Приветствую вас. Для начала я думаю, что имеет смысл обратиться в кризисный центр, например, для того, чтобы штаны вам могли помочь, если у вас действительно депрессия послеродовая, либо обратиться к врачу, к клиническому психологу, к психиатру, для того, чтобы вам либо подтвердили, либо опровергли диагноз депрессия. И, соответственно, уже в результате этого вы сможете, ну, что-то сделать, да, то есть вы сможете уже иметь представление о том, что с вами происходит, по крайней мере. Вот. Это, наверное, такой момент. Дальше. Дальше. Если у вас заниченная самооценка, если она у вас заничена, если она у вас заничена, то нужно поисследовать и определить, в результате чего конкретно она у вас заничена, то есть почему она у вас заничена. Вот. Ну, я думаю, что у этого есть определенные причины, вот. И можно будет, в принципе, говорить о тех или иных причинах, по которым вы можете испытывать данные, ну, вот, данные чувства, да, по которым вы можете испытывать данные проблемы. Вот. Понимаете, да? О чем где-то речь, я надеюсь. Вот, в принципе, в принципе, такая история. В принципе, вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Поскольку, значит, по поводу самооценки, живете вы... Не первый день с такой заниченной самооценкой. Вот. Я надеюсь, что, по факту, вам потребуется некоторое время, чтобы изменить свое состояние. Вот. Вопрос заключается в том, готовы ли вы к этой работе, хотите ли вы работать в этом направлении. Вот, в принципе, такой ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Обратите внимание, пожалуйста, на... На наличие позитивной атмосферы в себе в семье. Ну, вообще, обратите внимание на атмосферу в своей семье. Какая она. Вот. Насколько вас, к примеру, поддерживает ваш муж. Вот. И поддерживает ли он вас вообще. Вот это, в принципе, то, что можно вам сказать. Пожалуй, на этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи вам.